В пандемию некоторые люди ведут себя озлобленно, выражают протест против ограничений, пытаются агрессивно доказать свою независимость от них. В сети можно найти огромное количество видеороликов, где посетители общественных заведений отказываются надевать маски только потому, что это ущемляет их свободу. Под горячую руку попадают сотрудники полиции, продавцы магазинов и кондукторы в автобусах. Как я ее должен использовать? Я у вас спрашиваю. Я могу вот так маску надеть, например? Ты кондуктор или медсестра? Или врач? Я кондуктор. Ну, выполняй свои обязанности. Вот я обязанности выполняю. Какие обязанности? Я не имею права вас обелечивать без маски. Не обелечивай. Психологи считают, что подобное агрессивное поведение связано с детским эгоцентризмом и желанием переложить ответственности на других. Маску носить я не обязана, не хочу. Обезопасить меня от вируса должны вы. Ориентир должен быть больше на себя. В Сарове конфликты из-за масок, если и случаются, то не часто. Большинство горожан стараются обезопасить себя и своих родных. Я мало где хожу, только до магазина, там, да, все кину, всегда стараюсь, всегда зеваю. Я верю в то, что они помогают, потому что защищают, естественно, особенно если полтора метра дистанции. Кто-то идет, кашляет, кто-то чего-то. И вот в автобусе, вот в газели едем тоже, все как-то. Да некоторые руки представляют, кашляют, а некоторые вообще не предохраняются. Вот из-за этого вроде и хожу в маске. В противовес бунтарям есть люди с чрезмерной тревожностью. У них человек без маски вызывает панику. По мнению психологов, эмоциональной нестабильности больше всего подвержены пожилые люди, подростки и молодые мамы. Бороться с нервными состояниями и чувством страха помогут отказ от бесконечного мониторинга статистики заболевших, живое общение и позитивный настрой. Находить миллион и один ресурсов, как справляться в этой ситуации, как заботиться о себе. Прогулки на свежем воздухе, слава богу, пока нам их никто не отменил. Те же, не знаю, посидеть в кофейне днем, посмотреть, пообщаться с кем-то из близких, из друзей. Смотреть фильмы, сериалы, пусть это будут позитивные, где про жизнь, про смех, про радости. Пока одни смирились с ограничениями, а другие выражают недовольство, фактом остается то, что выполнять предписания Роспотребнадзора и губернатора области обязательно. Штрафы за их нарушения для юридических лиц до 300 тысяч рублей, для физических – до полутора тысяч.